Здравствуйте! Зачастую, посетив помидорные грядки, можно видеть, что у листьев, у помидор скручиваются. Причем вот здесь, если у меня они вот так вот скручены внутрь, они могут быть скручены и наружу. Из-за чего это происходит? О чем нам кричит помидор? Прежде чем продолжить смотреть видео, подпишитесь на наш канал. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного просмотра! Внешний вид помидора нам всегда говорит о том, как помидор себя чувствует, как у него рацион, голодает он или нет, болеет он или нет. И он же нам и подскажет, что не хватает. И вот эта вот скрученность листьев говорит о том, что с помидором что-то не так. Разбираемся сегодня, что с ним не так. Если вы видите вот такую вот скрученность помидор, когда они скручиваются вот так внутрь, то проследите, как они будут вести себя вечером. В жару, когда стоит жаркая погода, чтобы уменьшить площадь испарения, чтобы сохранить как можно больше влаги, то листья у помидора, они вот так начинают складываться. А если они разворачиваются к вечеру, становятся обычным листом помидором вечером, то это говорит о том, что помидор просто защищает себя от жары. Ну, вот некомфортная погода. Другое дело, если и вечером он такой же скрученный. Помидоры скручиваются, листья помидор скручиваются от того, что недостает каких-либо питательных элементов. И не просто недостает, а может быть даже и много. Вот это вот скручивание, вот такое вот, когда помидор вот он такой зеленый, но он даже немного с сероватым каким-то оттенком, говорит о том, что не хватает питательных веществ. Во-первых, слишком много азота. Вот такое вот скручивание внутрь говорит о переизбытке азота. Скрученный лист тоже внутрь, но вот такого вот немного сероватого оттенка, он какой-то немножко бледноватый, говорит о том, что помидору не хватает фосфора. А лист, скрученный вот так вот наружу, будет вам кричать о том, что помидору не хватает калия. И также, если бледные листья, а прожилки прям практически совсем белесые, это говорит о том, что помидору не хватает кальция. Все вот эти проблемы решаются внесением комплексных удобрений. Конечно же, удобрения нам нужно вносить в водорастворимые, либо после полива удобрительным раствором польем, либо мы польем, совместим с поливом. Но удобрений, вот довольно-таки достаточно много сейчас в продаже. Дешевые, дорогие, какие выборы? Скажу сразу, первое, на что вы смотрите, не на цену, не столько на производителя, сколько на состав. Сразу же отдаете предпочтение тем удобрениям, в составе которых есть микроэлементы. Потому что недостаток бора, молибдена, цинка сразу же скажется также на внешнем виде помидора. Вот, например, это говорит о том, что растение испытывает калийный голод и молибденовый голод. Иногда можно заметить, что какие-то отдельные пятна желтого цвета появляются на листьях помидор, потом они сливаются, вот желтые пятна, и листья помидор становятся вот такими вот. Это говорит о молибденовом голоде. Молибден, вот он, МО обозначается, его надо совсем чуть-чуть, но надо. Также нужен и бор, также нужен и цинк, нужно и железо. Вот есть ряд удобрений, которые содержатся необходимыми микроэлементами. Но здесь же есть и азот. А вот азота-то сейчас, если листья не мелкие, если листья не мелкие, бледные, тогда азота нам сейчас как раз и не нужно. Поэтому выбираем удобрения с минимальным количеством азота. Для примера я вот принесла три довольно-таки распространенных удобрения. И вот мы смотрим, фертика томатный, азот 7,5, 12 фосфора и 36 калия. Очень хорошо, здесь есть и микроэлементы, но если найдете удобрение с меньшим количеством азота, то отдаете предпочтение ему, ну, например, мультифлор. Вот здесь мы удобрение видим с дравень. Смотрим на состав. Микроэлементы. Азот 15, фосфор 20, калий 15, магний 2. И микроэлементы. Не содержит хлора. Вот таким бы удобрением я бы стала подкармливать сразу после высадки рассады. До цветения. И то, если бы у меня помидоры как-то отставали в росте. Здесь пишет производитель увеличивает число зависти и плодов. Калия 20%. Калия 20% не так уж сильно и стимулирует зависть и плоды. Поэтому вот таким вот удобрением я бы не стала подкармливать свои помидоры. И вот еще одно удобрение. Это малышок. Здесь 8% азота, 20 фосфора, 25 калий. Также микроэлементы. Если не найдете ничего с меньшим содержанием азота, то вполне можете пользоваться. И вот таким удобрением. Вот примерно два равноценных удобрения. Есть другие удобрения. Обязательно смотрите обратную сторону и обязательно смотрите на состав. Если вы совершенно не хотите пользоваться азотом, можно сделать таким образом. Можно добавить калий сернокислый, можно добавить вытяжку из суперфосфата. То есть это 2 столовые ложки суперфосфата на 10 литров воды. Мы настаиваем двое суток и поливаем вот этим раствором растения. И отдельно обязательно нужно будет добавить микроэлементную добавку. Вот тогда вы совсем избавитесь от азота. Азота надо, но в разное время растению нужно разное количество азота. Если когда у него идет период роста, азоту нужно побольше, а вот сейчас не нужен ему азот. Раскормленные азотом листья быстрее заболевают, поражаются различными болезнями. Очень нужна растению кальций. Кальциевая селитра. И это, во-первых, профилактика вершинной гнили. И одна из причин вот такой скручивания листьев. Обязательно подкормите растение кальциевой селитрой. Но не полейте, а просните растение по листьям. И тогда эффект будет больше. Причиной того, что листья скручиваются, могут быть насекомые-вредители. Хотя томат пахнет для насекомых-вредителей и плохо. И ядовитыми свойствами некоторыми листва обладает паутиный клещ, тли. А вот здесь я нашла как раз и тлю. Паутиный клещ и тли, и еще белокрылки охотно селятся на листьях томат. Они высасывают все соки и приводят вот к такой скручиваемости листьев. И смотрите не внешнюю, а обязательно вот эту наружную сторону. Потому что все они сидят вот здесь и портят нам помидоры. Есть еще причины, по которым скручивается. Это болезни. И причем здесь болезни очень-очень неприятные. Все мы боимся фитофтороза. Фитофтороз, наверное, самая распространенная болезнь томатов. Но вот эти вот листья, вот такие вот желтые листья, это не фитофтороз. Фитофтороз обязательно начинается с черных, с коричневых пятен на стволе. Смотрите, здесь коричневых пятен на стволе нет. Болеют томаты бактериальным раком, вирусной мозаикой, фузариозным увяданием и бактериозом. Вот, к сожалению, от этих болезней вылечить их невозможно. Нет никакого лекарства. А болезни очень даже вредоносные, урожая вы не получите. Если вы обнаружили, что у вас какое-либо из этих заболеваний, заболевания не часто встречающиеся, уничтожайте все помидоры в радиусе 10 метров, все, что растет вокруг, проливайте темной марганцовкой землю, сажайте горчицу. Все. Больше никаких лекарств, особенно против бактериоза и бактериального рака, вируса, мозаики, спастись практически нечем. С фузариозным увяданием можно побороться, полив и опреснув растение триходермином. Вот препарат называется либо триходерм, либо триходермин. Это биопрепарат, который уничтожает возбудители фузариоза. Но тоже надо будет тщательно смотреть за своими растениями. И болезнь может перекинуться и на другие растения. Говорю? Да. И еще одна причина, по которой может происходить скручивание листьев, это повреждение корневой системы. Корневую систему мы можем повредить при пересадке. И иногда бывает, что вот рассаду высадили, листики скручивались, а потом уже растение пришло в себя, просто восстановилась корневая система. И всегда я всем советую. Рыхление, 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 то есть после полива надо вот эту вот корку разбить. Но у помидора корневая система расположена как на поверхности, так и уходит вглубь. И когда мы рыхлим, то не нужно слишком фанатично рыхлить вот эту землю. Надо только лишь разбить корку, но никак не внедряться дальше вглубь. Вот если я сейчас здесь чуть-чуть копну, вот уже корневая система, вот уже корни. И если я сейчас вот так вот активно буду рыхлить, то, конечно, половину корней я выдеру отсюда. И вот вам и скручивание листьев. То есть когда мы рыхлим, наша задача не сделать землю рыхлой под помидором, а просто разбить вот эту вот корку, которая образовалась после полива. Обязательно правильно делайте вот это рыхление. Обязательно следите за своими питомцами. Еще раз повторюсь, вот такой вот сероватый лист, вот он какой-то серый, бледный, говорит о том, что здесь вот не хватает фосфора. И обязательно растению я добавлю фосфора и добавлю обязательно калия. И посмотрим тогда, как изменится у нас внешний вид растений. Не бойтесь подкармливать растениями минеральными удобрениями, потому что в разумных пределах вот без минеральных удобрений хорошего урожая не вырастить. Но ищите качественные удобрения и добавляйте именно те элементы, которые нужны растению в данный период. Будут вопросы, пишите в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. Садовый декор для загородных участков на hitsat.ru Друзья, подписывайтесь на Hitsat TV на YouTube, канал для дачника и садовода.